аудрюс сяурусявич с нами на связи давайте продолжим разговор да 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 мы говорили с вами о совершенствовании принятия решения скорости принятия решения да да и это вот главный пример знаете это венгрия венгрия потому что она блокирует многие хорошие решения и я думаю что есть знаете какое-то опасение даже насчет украины евросоюз если поменяется правительство аудрюс я прошу прощения мы потеряли звук если можно там чуть чуть выше микрофон или что-то вот сейчас кажется звук возвращается вы слышите да я слышу да вы да 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 все отлично отлично вот нормально да про венгрию все понятно к сожалению мы давно еще самого начала примеры венгрии показывает что надо что-то менять во внутреннем порядке как евросоюза так над потому что это как мы говорим арбанизация это такая болезнь как рак чтобы она не не расплодилась в евросоюзе и поэтому я говорю иногда что вот члены евросоюза насчет украины думает ну это правительство другое а вдруг придет ну типа типа что-то похожее на янукович и тогда будет уже проблема внутри евросоюза так что я поэтому что я думаю что эта война задает такие вопросы на которых пока нет ответа ног их надо искать и кто бы мог подумать что венгрия будет поддерживать путина и россии но я так никогда не мог бы подумать вспоминая 56 до год венгрию что русские делали с венгрией а сейчас орбан поддерживает россию эта проблема уже не венгрии эта проблема евросоюза и над да интересно еще ваши мысли хотел спросить о ситуации в черном море и вероятности столкновения там в акватории черного моря сил россии и нато на этот счет высказался болгарский министр обороны тодор тагарев он считает что такое столкновение может произойти прокомментировал вот этот недавний инцидент с турецким сухогрузом сукро окан который в черном море задержали российские военные якобы из-за того что сухогруз мос мог вести оружие для украины возможен ли такой сценарий и столкновение нато и россии в черном море и стоит ли ожидать очередных подобных провокаций россиян на воде но знаете тут я не военный эксперт конечно и не очень в этом деле понимаю но я хочу напомнить помните когда эрдоган президент турции эрдоган при всех его недостатков скажем прямо он сказал что эти российские самолеты не должны летать на турции и он сбил да этот самолет и что случилось ну что ничего не случилось просто самолеты перестали летать да перестали летать и какие какие там россия что сделал запретили ехать курорты в турции и ничего не случилось так что я если у меня было право принимать решение надо сбивать и эрдоган это доказал и ничего не случилось было там неделя такой самотехи что они там ну как всегда русские умеют что они там что-то делали там эмбарго то ничего от них не зависит просто он сбил самолет он до того сказал что не надо летать если будете летать мы будем сбивать и сбил я думаю что это очень хороший пример вы к тому что точно так же стоит поступать с российскими кораблями которые и я говорю так косвенно конечно тогда еще не было этой войны но эрдоган доказал что это возможно что сбили ничего не случилось но не не поехали отдыхать закрыли там ну что по моему какой-то эмбарго было помидоров да 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 помидоры запретили из турции запретили так вот это и это есть пример как надо поступать я так думаю к сожалению больших странах западной европы и америке нету еще такой силы боль если она была я думаю что это было бы очень хорошо так что и по кораблями то что сейчас делает украина вот эти появились дроны морские это очень прекрасно это так и надо делать и никогда не сдаваться вы упоминали венгрию и сейчас мы говорим о ситуации в черном море и хотел тогда в этой связи поговорить с вами о зерновой сделке и вот немецкое издание build сообщает что россия турция венгрия и катар хотят создать свой собственный зерновой коридор некую альтернативу уже разрушенному россии зерновому соглашению и хотят организовать вывоз российского зерна по черному морю вероятно речь идет в частности я бы украденном украинском зерне и вроде бы как должны эту сделку финализировать вот концу этого месяца как вы думаете удастся ли вот этому квартету стран создать вот такой вот свой альтернативный зерновой коридор но если я хорошо помню украина объявила что корабли в черном море как это военное положение что всякие корабли украина может сбивать так что я думаю что эти слова действует до сих пор и так и надо делать предупреждать что по черному морю зерно вывозить без украины нельзя я думаю что украинское правительство должно очень резко это сказать что как это ну вы лучше знаете как формировка была насчет черного моря что то есть должна быть такая же жесткая реакция которые мы я думаю так я я так думаю что и это не надо забывать без украины никто там не может плавать и вывозить зерно и какие-то коалиции сделать и украина имеет право эти корабли сбивать или будет договоренность что украинское зерно тоже может из украины вывозиться так что это не надо забыть что сказала украина уже до ситуации в кремле блумберг пишет что фсб отдельные какие-то сильные влиятельные люди на должностях предложили путину отправить в отставку начальника генштаба герасимова и главу минобороны шойгу по словам собеседников издания сторонники вот такой жесткой линии в рамках перехода к более агрессивному ведению войны также предлагает объявить в россии военное положение и всеобщую мобилизацию как вы думаете пойдет ли кремлевский диктатор на это прислушается ли путин таким инициативам и готов ли будет действительно объявить всеобщую мобилизацию и может быть начать фазу более агрессивных хотя куда уже до военных действий против украины я не думал знаете вот когда а что еще можно больше уже все сделали убивали нас его насиловали и так далее больше некуда но тогда я всегда когда я даю интервью насчет вот россии этих проблем то я говорю что я журналист надо обращаться к психиатрам потому что я думаю что самый главный больной этого мира психически больной это владимир путин и прогнозировать ну вот надо вы возьмите интервью у врачей только они может что-то делать потому что сейчас уже одну куда дальше он уже все доказал что он вот такой мудак как но обезьяна с гранатой я так думаю и ожидать всего можно и никто не может прогнозировать но может только врачи психологи врачи мы журналисты уже не в силах что-то об этом говорит потому что когда все ищут там какой-то стратегии тактики которую путин там у него есть какая-то стратегия говорю ну какая стратегия может быть у психически больного человека ну наверное единственное хорошее что вот можно извлечь из этих слухов о которых сообщает а может быть и не слухи до которых пишет блумберг это то что никуда не подевалась вот это внутренний внутрироссийская напряженная ситуация и после июньского бунта пригожина и недовольство шойгу и герасимовым оно по-прежнему остается это недовольство есть есть люди да эти люди они не за прекращение войны но они за какие-то внутри там кремлевские да разборки и наверное ну это все тоже в копилку нашей победы но знаете надо вспоминать я еще чуть-чуть знаю не небольшой а историк но как кремле было всегда там были какие-то маленькие перевороты если взять историю и даже может дальше царской россии так если это будет как бы там не было но все равно к лучшему да и сейчас я думаю что то что вот западной прессе такие появляются что ядерное оружие что там этот путин как бы прогнозируемые и так далее я помню они так говорили о горбачёве что без горбачёва там очень если вы помните когда буш выступал в украинской радио и сказал что вы не голосуете за независимость украины она другой день украина там сколько 80 процентов проголосовала за независимость так сейчас из путина пытаются строить такого горбачёва что без него там ядерное оружие попадет кому-то бандитам руки и так далее не меньше путина больше свободы меньше путина меньше проблем и если в россии я не думаю что кто-то кто может прийти в власти в россии что кто-то может быть ужаснее путина я думаю что самый ужасный человек который появился политическом пространстве россии этот майор или подполковник я не знаю но это самое страшное после него нету страшнее там какой-нибудь зюганов выглядит уже как мечта свободной россии если так говорить и сейчас опасается если не нет путин преступник путин как они там сравнивают путин гитлер и путина надо убрать после него страшнее не будет кто бы не пришел власть я думаю что наоборот до путина если они что-то сделать чтобы его убрать а там ну шойгу там бригадир строительные бригады жалко россии что такие люди там правят русские так как в отдельности может и неплохие люди но как они дожились до того что такие шойгу там принимает решение или путин да но они позволяют к сожалению им принимать так на сегодняшний день еще решение решение которые убивают мирных людей в украине что ж будем ждать окончания этой эпохи террористической эпохи да и пока стоит уповать только на украинцам на вооруженные силы украины противостояние агрессору ну и конечно надеемся что не будет промедления решений наших западных союзников в части необходимой военной помощи наши знаете эта проблема что мы устаем чуть-чуть от этой войны вы устаете и и мы устаем надо держаться да безусловно разом до перемоги и сейчас вот за окном у меня украинские друзья которые приехали из украины и они вот слушают в живую мой наш разговор так что мы всегда с вами я думаю что мы не устанем мы будем разом до перемоги разом до перемоги все же дякую большое спасибо аудрю за эту беседу спасибо журналіст аудрю сяуруся вичус был в нашем эфире всего хорошего до новых встреч